Я от всего сердца приветствую вас на нашей программе, особенно если вы смотрите нас впервые. Отложить не значит отменить, так звучат известные выражения. Оно подходит ко многим случаям, например, когда мы что-то переносим, но как можно применить его относительно веры? Сегодня пастор Вольфганг Вейгард рассмотрит этот вопрос на примере допроса апостола Павла, который проводил римский наместник Феликс. О чем они говорили, как реагировал Феликс на слова Павла и какие ошибки мы ни в коем случае не должны совершать, вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди. Давайте сейчас встанем и обратимся к двум следующим стихам из Деяний святых апостолов, чтобы узнать, как развивалась наша история дальше. Это 24-я глава Деяний святых апостолов, 24-й же стих и 25-й, следующий за ним. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою свою, иудеинкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя опять». Аминь. Ну что же, можете присаживаться. Итак, Павла преследовали и чуть было не убили. И все из-за его послания о воскресении. Не из-за того, что он стал причиной беспорядков, не из-за того, что он творил беззаконие, не из-за того, что он отдалился от храма, а потому что проповедовал о том, что Христос — это Мессия, о том, что он был распят, о том, что он воскрес на третий день, и о том, что мы, будучи верующими в него, тоже восстанем. Он четко и ясно говорит «За учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». От этих слов Феликсу стало не по себе, потому что он сказал, что те, кто верят в воскресение, должны отправиться в темницу. Лично я так, конечно, не думаю. А еще я не верю, что Павел призывал к беспорядкам, творил беззаконие и тем самым вредил храму. Но у Феликса не было полномочий его отпустить. Что же он сделал вместо этого? Он перенес допрос. Он сказал, мы сделаем это на следующий раз. В деяниях сказано, что на следующий раз Феликс хотел поговорить с Павлом наедине. Мы только что прочитали об этом. Итак, Феликс сказал, допрос с членами суда, первосвященником и адвокатом-сертулом не принесет никаких результатов. Я хочу поговорить с этим Павлом один на один. А мы знаем, что когда мужчины хотят поговорить один на один, они часто берут с собой своих жен. Именно так поступил и Феликс. Он взял с собой свою жену, Друзилу, и, наверное, она присутствовала при том, когда он допрашивал Павла. Из истории нам известно, что Феликс был связан с преступлениями династии Иродов, а также, что он выкупил свою жену Друзилу у ее законного мужа. То есть этот Феликс был довольно темной личностью. Ему следовало освободить Павла сразу после первого допроса, потому что обвинители из Иерусалима не смогли доказать, что он был причастен к беспорядкам или насилию, которое творилось в городе. Но почему же он этого не сделал? Почему он не освободил Павла? А вот почему. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Только подумайте, этот Феликс не хотел говорить на суде о том, какие законы нарушил Павел. Он решил просто навестить его и сказать ему, ты можешь выйти на свободу, но за это придется заплатить. То есть он держал Павла под стражей только потому, что хотел нажиться на нем, но при этом он сделал его заключение приятным. И вот что сказано в Библии об этом. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Он хотел, чтобы у Павла было хорошее настроение, чтобы тот поскорее достал свой бумажник. Поэтому он пришел к Павлу вместе со своей женой. Хочется спросить, а какие у него были мотивы? С одной стороны, он желал денег, он хотел взять взятку с Павла, но наверняка его также интересовала и благая весть. Ибо они с женой уже что-то знали о послании, которое нес Павел. Об этом нам сказано в Библии. Давайте рассмотрим, что же за город была эта Кесария. Нам известно, что именно там к вере пришел римский сотник Корнилий. Этот человек должен был знать римского наместника. По сути, он был его коллегой. Однажды в Кесарию пришел апостол Петр и стал проповедоваться в доме Корнилия. И в результате тот обратился в веру. Наверняка Феликс слышал об этом. Даже римский сотник пришел к вере. Знаменитый дьякон Филипп тоже жил в Кесарии. В его доме собиралась христианская община. И, конечно же, Феликс знал и о гонениях на христиан, который совершал его тесть, отец его, Друзилы, Ирод, а гриппа первой. Короче говоря, если сложить все эти факты вместе, мы увидим интересную закономерность. Вы помните этого царя Ирода, который провозгласил себя Богом, но затем ангел сверг его, и его сожрали черви. Это и был отец Друзилы, то есть тесть Феликса. Получается, что этот Феликс знал целую кучу христиан, а еще он что-то знал о христианском Боге и его деяниях, которые он сделал для людей. Это коснулось даже его родственников. Мы видим, что Феликс многое знал о христианстве и уважал его. Послушайте, таких людей немало и сегодня. На самом деле они не верят в Иисуса, но они не могут отвергнуть его. Они говорят нам, «Я уважаю твою веру, я не против ее». Пусть она будет, но она не вошла ко мне в сердце. Они очень много знают. Они интересуются фигурой Христа и с удовольствием слушают о нем. Но если посмотреть с другой стороны, мы увидим, что их образ жизни отягощен многими грехами. Они ведут сомнительный бизнес. Они изменяют своим супругам, как это было в случае с Феликсом. В глубине души эти люди знают, что они не должны так жить, как они живут. Поэтому внутри них вечная дилемма. С одной стороны, им хочется слушать об Иисусе, им хочется стремиться к Богу, но у них есть и их жизнь. Они думают, «Я должен признать свои грехи». «Мне нужно что-то сделать». В глубине души они знают, что так дальше жить нельзя. Поэтому они считают, что небольшой интерес к религии не пойдет им во вред. Поэтому Феликс пришел к Павлу. Давайте вспомним Никодима, который однажды пришел к Иисусу. Павел всегда шел прямо к цели, даже в этой личной беседе. Без всяких лишних слов он стал проповедовать этой семейной чете о вере во Христа. И мы прочитаем, как же это было. И как он, то есть Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх. Мы видим здесь, что для Павла послание о суде было частью послания о Божьей благодати. Павел ясно дал судье Феликсу понять, что над ним властен судья из более высокой инстанции. Это знание поможет сегодня очень многим начальникам лучше обращаться с другими людьми. Все мы должны знать, что однажды предстанем перед судом Христа и Бога и будем держать там ответ. Но в нашем сегодняшнем отрывке из Библии мы видим, что у Павла хватило мужества сказать Феликсу «Послушай, Феликс, и тебя однажды будут судить за прожитую тобой жизнь, и Божья праведность станет той мерой, на основании которой тебя будет судить Бог». Услышав это, Феликс очень испугался. Он не мог сказать таких слов, какие сказал Павел на официальном допросе несколько дней назад, а именно «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». В Библии сказано, что у всех людей есть совесть, которая позволяет им различать правду и неправду, добро и зло, ибо Бог написал дело закона у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Поэтому им не надо извиняться. и так в этом зале и вообще в мире нет людей, которые, представь перед Богом, скажут, «А я этого не знал!» Об этом свидетельствует ваша совесть. Она говорит вам, что то, как вы живете, для Бога это неправедная жизнь. Чтобы понять это, вам не нужен пастор, вам не нужно для этого никаких религиозных встрясок и угроз. Это уже у вас в сердце. У вас есть латентный страх, который вы должны преодолеть. И как мы видим, Феликсу это удалось. Однако Павел сказал, «Нам нужна неповрежденная совесть, иначе нам не выстоять перед Богом». Вы можете подавить голос своей совести, но когда придет время, она снова заговорит. О таких людях Библия говорит, что они сожжены в совести своей. Дорогие друзья, вы должны знать, что те, кто периодически ведет такую борьбу с совестью, никогда не придут к покою. Сейчас мы не собираемся осуждать таких людей, мы должны показать им правильный путь, так же, как Павел показал его Феликсу. Мы должны показать им, как от поврежденной совести прийти к неповрежденной совести. Это очень важно. Пожар, охвативший вашу совесть, нужно ликвидировать, иначе вы останетесь в этой жизни очень несчастным человеком и будете прокляты навечно. Именно это и произошло с Феликсом и Друзилой. Когда они услышали о Божьей праведности и грядущем суде, Феликса охватил страх. В нем заговорила совесть. Как же нам сохранить нашу совесть неповрежденной? Для этого мы не должны ничего вытеснять, как делают обычно люди. Мы не должны для этого полагаться на общественное мнение, которое говорит нам «блуд теперь не осуждается». Нет, ибо в Библии до сих пор написано «не прелюбодействуй». Этот закон действует уже несколько тысяч лет. Даже если вы вырвете из Библии страницы с заповедями, то когда вы купите новую Библию, они снова там будут. Они останутся. Они будут у вас в сердце. Они прописаны в вашей совести. Никакое идеологическое движение не сможет выкорчевать их оттуда. Они останутся там. Ибо есть нечто, что есть истина. Вы не сможете вытеснить это. Вы просто понимаете однажды, что ваше признание в своих проступках это путь к чистой совести. Признайтесь в своих проступках и попросите у Иисуса прощения. Верьте в Него, как в своего Спасителя. Верьте в то, что Он был осужден за вас на кресте, за ваш грех, и в то, что, поверив пролитую им кровь, вы будете прощены. Да приступаем, сказано Библией. Только послушайте эти слова. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести. Если вы готовы покаяться и начать уповать на Иисуса за то, что Он простил вас своей кровью, тогда вы избавитесь от своей нечистой совести. Мы всякий раз символически показываем это во время причастия. Причастие помогает нам понять, что значит получить неповрежденную совесть. В послании к евреям сказано «Токальми пачи кровь Христа, который принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу». Только послушайте, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Сегодня я хочу попросить каждого из вас «Придите и вы ко Христу». Всем нам нужна неповрежденная совесть перед Богом и перед людьми. В противном случае мы будем идти по жизни с клеймом на совести и не сможем быть счастливыми ни здесь, ни в вечности. А как же отреагировали на эти слова наместник и его жена друзила? К сожалению, его реакцией на это стал страх. Он не хотел смотреть правде в глаза. И в деяниях сказано, и как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Итак, Феликс все отложил. Вы знаете такое выражение? Отложить не значит отменить. Это величайшая ложь. Особенно если связать это выражение с верой в Иисуса Христа, потому что Феликс все отложил, и это значило, что он все отменил. Больше о нем в Библии не сказано ни строчки. О нем рассказывается только в этой истории. Мы не видим в Библии слов о том, что он пришел к живой вере. Этот человек так и остался мучиться в сомнениях. Он не мог заставить себя привести свою жизнь в порядок. Искушения этого мира были над ним сильнее. Власть, день, женщины и честь были для него важнее неповрежденной воли. Вы должны понять, что для вас важнее. Неповрежденная чистая совесть или стыд и грехи этого мира? Для Феликса важнее были искушения этого мира. В конце нашей программы мы пришли к ужасающим выводам. Когда Дух Божий движет вашим сердцем и оказывает влияние на вашу душу, как это было в случае с Феликсом, когда Слово Божие начинает убеждать вас, что в вашей жизни имеет место грех, и говорит вам о Божьей праведности и вечном суде, что вы будете делать тогда? Что вы будете делать сегодня, друзья мои? Скажете ли вы, это послание истины, но я могу прийти на службу и в другой раз? Откуда вы можете знать, что это случится? И даже если это случится, даже если вы еще сто раз придете на службу, нет никаких гарантий на то, что Бог обратится к вам еще раз так же, как Он сделал это сегодня. Нет никаких гарантий на то, что Бог еще раз так коснется вашего сердца, как Он сделал это сегодня. Вы не сможете обратиться в веру, когда захотите, а сможете только тогда, когда вы будете слышать Его голос. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Многие ходят на богослужения, но так никогда и не слышат голос Божий. Бывает, что люди несколько десятилетий уже ходят на богослужения, но так и не слышат голос Божий. Их жизнь просто идет своим чередом. Для них поход в церковь это всего лишь ритуал. Но сегодня я рассказал вам о том, что вам нужна неповрежденная совесть. И теперь хочу предостеречь вас, не поступайте как Феликс. Не надо откладывать вашу встречу с Богом на следующее воскресенье. Придите к ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Феликс услышал голос Божий, но он ожесточил свое сердце. Бог был рядом с ним, но он не призвал к нему. Он колебался, и в результате все вышло совсем по-другому, ибо его сердце ожесточилось. Только подумайте об этом. Хотя он точно знал, что Павел невиновен, хотя его сердце от этого бремени исполнилось страха, Феликс оставил его в темнице еще на два года. Мы можем прочесть в деяниях, что Павел провел в темнице еще целых два года. А почему? Да потому, что он все еще надеялся получить от Павла деньги. После того, как ему пришлось из-за скандала уйти в отставку и передать полномочия человеку по имени Порцифест, он так и не освободил Павла. Мы можем прочесть о том, что Феликс оставил Павла в узах, чтобы доставить удовольствие иудеям. Он остался верен своему испорченному сердцу. Вы слышали эти слова? Известно, что позже Феликсу были предъявлены серьезные обвинения перед императором в Риме, и мы не знаем, как закончилась его жизнь, но мы не можем надеяться на то, что он нашел более подходящее время, дабы обратиться в веру. Поэтому займитесь этим уже сегодня. Обратитесь и получите чистую совесть во Христе для вечной жизни. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Отложить все же может значить отменить, именно так называлась наша сегодняшняя проповедь. О том, что произошло с наместником Феликсом, мы услышали. Он много слышал о Божьих деяниях и очень их уважал. Но на последний, самый важный шаг он так и не решился. Пастор, это история из библейских времен. А бывают ли сегодня люди, которые ведут себя как наместник Феликс? Да, к сожалению, такие есть. Их можно назвать отлагателями. Причем это встречается не только в повседневной жизни. Куда хуже, что такие люди откладывают на потом самое дорогое, что может быть в жизни. А именно, обращение в веру, в Господа Иисуса Христа, прощение своих грехов и свое спасение. А вот что самое плохое. Но что же движет этими людьми, когда они откладывают это решение на потом? На это может быть множество причин. Во-первых, это происходит потому, что они боятся. Потому что все прекрасно знают, что если они обратятся в веру во Христа, их жизнь уже точно больше не будет такой, как раньше. И эти перемены, этот отказ от всего прежнего, что является вредным и разрушительным, даются людям очень тяжело. Им приходится порвать с прошлым и прийти к новой жизни в Иисусе. Другой причиной является то, что многие люди хотят наслаждаться жизнью. Как-то пастору Вильгельму Бушу встретился его бывший конфирмант. Теперь же этот молодой человек стал подмастерьем каменщика. Пастору очень не хватало его в церкви. И он спросил его, «Ну, когда же ты вернешься на службу?» На что молодой человек ответил ему, «Святой Отец, поймите же, сейчас я молод. Я должен сначала насладиться жизнью. А когда я наслажусь ею вдоволь, я и вернусь к вам на службу». И вот через час на той же самой улице отец Буш снова встретил этого молодого человека, но тот уже лежал мертвым на носилках. С ним произошел несчастный случай на работе. Этот человек хотел насладиться жизнью. Он отложил встречу с Богом. В этом и вся трагичность ситуации. Энди, ведь люди не понимают, чего им могут стоить эти отлагательства и к чему это может привести. Поэтому мы хотим сказать нашим зрителям от всего сердца не откладывать ваше обращение в веру и встречу с Иисусом. А что мы можем сказать сейчас таким вот людям? Именно это им и можно сказать. Это может вам очень дорого стоить. Я хочу сейчас рассказать, что говорили люди, которые по Божьей милости смогли обратиться в веру. Бог очень милосерден. Многим Он позволяет состариться. Но в конце этих дней все равно ждет Его благодать, так называемая благодать последнего момента. Таких случаев было много и в нашей церкви. Наверняка ты какой-нибудь из них помнишь, Энди. Эти люди обращались с веру, будучи уже в преклонном возрасте. И то, что они говорили после своего обращения, потрясало. Они говорили, ну почему же мы не обратились ко Христу в юности? Мы потеряли всю свою жизнь. Мы прожили ее зря. Да, прожили ее зря. И в конце своей жизни они очень сожалели об этом. Очень, очень сожалели о том, что они обратились к веру слишком поздно. Но в конце их жизни их все равно ждала благодать. А что же происходит с теми, кто ее никогда не ощущал? С теми, кто прожил свою жизнь зря и теперь не может найти благодати для обращения веру. Дорогие друзья, я хочу, чтобы эти слова помогли всем нам пробудиться. Не надо уподобляться Феликсу и говорить, «А, я обращусь веру во Христа чуть позже». Мы не можем знать, что там дальше. Возможно, этого позже и не будет. Сейчас, именно сейчас, в данный момент, наступил ваш час благодати. Пусть Бог благословит всех вас. Сейчас время обратиться в веру. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Субтитры создавал DimaTorzok